Тревога! Уровень стресса на максимуме! Срочно включаем режим Орбис! Где-то здесь был мой спаситель. Ах, вот он! Чудо лягушонок! Грязную клавиатуру в крошках очищаем с помощью липкого резинового сквиши. Он легко уберет все мелкие крошки между клавишами. После этого моем сквиши в мыльной воде. И можем использовать снова. Лягушонок быстро съел все крошки. Мой хороший. Ой, а вот в принца превращаться совсем не обязательно. Вечеринка, вечеринка! Так, чего-то не хватает. А, конечно! Мои новые арбузные сережки. Старые сквиши обрезаем. Вырезаем два одинаковых элемента. Окрашиваем резиновой краской. Рисуем арбузную дольку. Приклеиваем сквиши суперклеем на основы для клипс. В этих мягких арбузных дольках я неотразима. Фруктовый стиль мне идет. А рюкзак я украшу объемной брошкой из сквиши. От старого брелка из сквиши отрезаем порванное крепление. На тыльной стороне вырезаем выемку. Вклеиваем в нее булавку для броши. Мяу-мяу, пончик такой сладкий. Ну все, к вечеринке в стиле сквиши я готова. Какое скользкое платье. Так и норовит упасть. Я с этим разберусь. Вешалку обматываем синильной проволокой. Заматываем только часть у конца плечика, чтобы вещи не спадали. Теперь ни одно платье не сорвется с вешалки. У девочек свои секретики и никаких парней. Что ж, девочки сами напросились на битву. Где мое орбис оружие? У бутылки отрезаем пластиковое горлышко. Натягиваем на горлышко воздушный шарик. Помещаем внутрь орбис и стреляем. Целься, блин! Атака орбис началась. Какие скользкие круглые пули. Прячься, кто может. Моя рука! Больно! Спокойно, друг. Я спасу тебя. В холодильнике у Кристи всегда лежит лизун на экстренный случай. А сейчас именно такой. Прикладываем холодный лизун на место ушиба. И вот, Бену уже намного лучше. Даже синяка не останется. Этот лизун никуда не годится, он совсем высох. Отправляйся в микроволновку. Подсохший лизун разогреваем 10 секунд в микроволновке. Теперь он тянется, как новенький. Пара секунд и лизун в порядке. Отправляйся к своей хозяйке. Что делаешь? Хочешь утопить цветы перед отъездом? Я знаю более надежный способ, как сохранить влагу цветам. Цветок остается без присмотра. Кладем в озон разбухшие шарики орбис. Сверху поливаем водой. Шарики гидрогеля надежно и надолго сохранят влагу. Орбис украшают этот цветочный горшок. И никакого потопа. Теперь можно ехать. Бен не знает, куда положить свою коллекцию мини-лизунов. Тоже мне проблема. У меня как раз есть подходящая палетка. Из старой палетки вынимаем ячейки со старой косметикой. Вычищаем остатки клея ватным диском, смоченным в спирте. И складываем внутрь маленькие лизуны. Ух ты, и лизуны идеально помещаются в палетку. Новое средство для мытья посуды – старый сквиши. Порванный сквиши смачиваем водой. Наносим средство для мытья посуды и используем вместо губки. Хм, неплохо. Сквиши антистресс для рубки и для мытья посуды. Нигде не могу найти свой кошелечек. О, вот он. Нет, это не мой. Нет, это мой. Он отмечен моей фирменной звездой. На бумаге с умоклеящейся основой рисуем трафарет будущего рисунка. Вырезаем. Приклеиваем трафарет на кошелек с двусторонними пайетками. Задуваем краской из баллончика. После высыхания снимаем трафарет с поверхности. Рисунок на пайетках то появляется, то исчезает. Как красиво. Но где же все-таки мой кошелек? Парящая роза в вазе. Вот это дизайнерская магия. Прозрачные шарики Орбис заливаем водой. И ждем, когда они увеличатся в размере. Насыпаем шарики в вазу. Помещаем внутрь свежую розу. И заливаем водой доверху. На розу кладем еще пару шариков Орбис, чтобы она не всплывала. Бен, посмотри на мой фокус с розой. Это магия воздуха. Роза парит. Ну да, как же парит? С Орбис. Воздушный пластилин подсох? Я знаю, как его оживить. Крем для рук полезен не только для кожи, но и для воздушного пластилина. В подсохший воздушный пластилин добавляем немного крема для рук. Разминаем. Крем вернет пластилину эластичность. Для чего нам мясорубка и сквиш-арбуз? Для отличного сквиши-пранка. Сквиши-арбузную дольку разрезаем. И перемалываем в мясорубке. Насыпаем молотый сквиш из стакан. Смузи – это вчерашний день. У нас сквишузи. Украшаем пеной для бритья. Вставляем трубочку. Упс, а вот и жертва пранка. Что за призраки Орбис в банке? Нужно срочно добавить им цвета. В воде растворяем пищевой краситель. И заливаем Орбис. Получаем окрашенные шарики. Теперь это яркий акцент интерьера. Что это за запах? Фу, вонючий носок, брысь! Теперь нужно срочно освежить воздух. Шарики Орбис заливаем водой. Режем лимон и выжимаем сок в воду с Орбис. Даем настояться шарикам в воде с лимоном. В другую порцию шариков Орбис впрыскиваем любимые духи. Когда шарики увеличатся в размере, то будут источать приятный аромат. Шарики Орбис всегда помогут. Теперь у нас пахнет духами и свежим лимоном. И никаких вонючих сюрпризов. Девочки, вы не видели мой носочек? Куда же положить это печенье? У меня даже нет свободной руки, чтобы его есть. Тебе поможет новый дизайн Орбис тарелки. В тарелку насыпаем разбухшие шарики Орбис. Сверху наносим термоклей. Когда клей высохнет, легко вынимаем Орбис. У нас получилась текстурная тарелка из клея. Покрываем ее серебристой аэрозольной краской. Какая космическая тарелка. И на ней очень хорошо смотрятся печенье. Упс, даже слишком хорошо. Понравились наши лайфхаки для антистресса? Тогда пиши в комментариях, какие идеи для антистрессов ты используешь. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные лайфхаки на канале Трум Трум.